Вопросы, которые прозвучали в университете 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 темы и вот там о нигерии все такое тенденции развития образования но на самом деле ничего хорошего эта штука не придумала она фактически довела до ума формулировки которые уже были вот и про нигерии про модернизацию и про хейтеров и про молодых учителей как ходить на элективы и про красное и белое вот это я кстати сегодня затрону не буду рассказывать как как стать ректором сейчас объясню почему потому что о правильном о правильном отдыхе даем это пропускать пары тоже расскажу индивидуальной траектории красные штаны но вот сегодня не очень красный но про красное и белое есть это покроет вопрос о красных штанах я также спросил а можно ли как-то скомпоновать объединить темы в какие-то там три больших блока и машина сделает работу безобразно не не понравилось хотя вот она очень четко выделяет вот этот карьерный трек я подумал что наверное сейчас здесь нет никого кто в 2012 19 году был на моей лекции как сделать карьеру в образовании или есть такие обычно эту лекцию помнят я рассказывал не про трактор к 700 это очень хороший трактор кировец я сейчас заново рассказывать не буду но там не только про трактор есть про самолета дальше про образование вот может быть эту лекцию мы как-нибудь потом в каких-то форматах если интересно вообще карьерный рост в системе образования действительно отдельная интересная тема про которую я вам вообще ничего сегодня не расскажу значит а вот тема которую я скомпоновал опираясь на то что прозвучало как меняется наш университет вместе со всем высшим образованием вот есть какие-то глобальные изменения высшим образованием которые происходят ну как бы со всеми вузами обобщенно и как это отражается конкретно на нас как может быть какие-то маленькие узкие проблемы вдруг становятся отражением вот больших тенденций которые мы не замечаем иногда собственно этим мы во многом занимаемся на моей магистрской программы пытаемся искать а почему появился егэ что с ним будет происходить дальше ну то есть и искать те основания которые скрыты порой от нас и предугадывать то что еще не произошло таким образом я сосредоточусь вот на этой теме модернизации образования российские изменения происходят системе образования как они влияют на будущее студентов и попробую это показать на примерах нашего университета но начну немножко издалека из вообще некоторой большой исторической рамки я должен сказать здесь что это одна из самых больших загадок как вообще появился университет в истории человечества формально это начало 11 века первые университеты болония париж оксфорд когда французы откололись пошли в англию потом от оксфорда отковался кембридж да вот как-то это движение все пошло но значит более глубокие источники они показывают что все началось византийских университетов которые не не описаны чего они там в общем творили в этой самой византии что стали создавать университет так толком никто и не знает по хорошему это действительно но некоторые обязательно базирующиеся на теологии на каких-то общих принципах веры во что-то сообщества людей и как бы при вот для меня как для в прошлом математика учителя математики для меня конечно тусовка вокруг пифагора этот такой вот пример то есть такая любовь геометрическим фигурам если ты умудрился вплоть до того что если ты умудрился нарисовать геометрическую фигуру на песке не можешь доказать теорему умственно не нарисовав вплоть до смертной казни потому что ты вульгарным делаешь видимое идейная саму идею математики ты вульгарно для что вы рисуешь на песке ну вот были смертельные случаи и вот где-то там в этом сообществе людей верящих в идеалы верящих ну в силу воображения эти пикассо говорил все воображаемое есть реальность нынешних цифровых источниках моделях это действительно похоже на правду все что можно вообразить все можно реализовать так или иначе я думаю что года через три через четыре через пять когда vr совсем сильно распространится когда в каждом институте это будет да вот многое что можно вообразить очень будет близко к реальности но с этого и начались университета это как бы сообщество людей которые во что-то очень сильно верили это было связано с церкви поскольку постигать новое воображать и доказывать воображаемое было богоугодным делом с этого все и началось если кто-то хочет здесь кстати углубляться писать про это дипломную работу или потом дальше эту тему исследовать загадку университета это самое то это еще не разгадано то там есть что изучать откуда это все пошло вот хотя есть но вот я должен сказать что видите лекция до учения по книгам или семинар питательная среда земли питомник теплица вот когда на лекцию вас значит по книгам а на семинар это вы в теплице вот ну и вот разные есть интерпретации откуда берется университет наверное может быть самая такая распространенная это реконструкция волкова андрея волкова и дары мельник это наши коллеги которые работают в бизнес школе сколково у них есть программа по развитию университетов некоторые здесь присутствующих на ней учились где они говорят что сначала университет собирается ради сохранения и передачи знаний но во всяком случае случае оксфордский университет это вот такой типичный пример представляете у вас в пригороде появляется сообщество вот таких священников и мигрантов из материковой части европейской которые там ведут какие-то очень умные беседы типа сколько чертей по месяца на конце иглы и местные фермеры решают что если к этим священникам на трапезу на семинар семинар это совместное поедание чего-нибудь поэтому вот здесь можно тоже будет еду приготовить на семинар подсаживаются вот эти самые их детишки то за счет слушания вот этих умных речей эти детишки как-то воспитываются растут и это уже ну как бы не культивация нового знания только для себя самих это в том числе для вот этих детишек фермеров которые собственно и были первые студенты заметьте ничего нет про профессию никакие вообще как бы это им в голову не приходило профессии мы обучим сами мы фермеры как возделывать землю и как значит растить там пшеницу или попасти скот пасти овечек значит это мы сами научим а университет это вот беседы вести аргументацию подыскивать вот все живы там также происходило приходя на эти семинары некоторые падали и безопасное дело образование все порядке да вот значит но тем не менее как бы порождать новые знания хранить их заботиться это богоугодное дело это собственно хвала божья значит вот первое появление дальше конечно это начало 19 века в первую очередь события которые случились благодаря наполеоновскому нашествию и появление концепции университета там братьев гумбольтов вот может быть из института иностранных языков эту фамилию слышали это был такой известный языковед начала 19 века фон гумбольт который предложил идею университета для приумножения знаний для того чтобы ученые создавали вокруг себя кафедры набирали подмастерьев и делали новые знания это вот концепция начала 19 века и вот уже двадцатый век нам предлагает модель университета валоризация то есть конкретные внедренческие проекты не просто новое знание но и примененное в изменении жизни в реальных жизнях практика двадцатый век очень непростой для нашей страны вот что происходит у нас в россии также сначала по этой модели до начала двадцатого века начинают создаваться университеты которые хранят знания и приумножают их и делают проекты для конкретных отраслей крупные большие серьезные университеты и все это примерно до тридцатых годов до тридцатых годов что происходит в тридцатые годы в тридцатые годы вот эти крупные наши большие университеты начинают делиться ну вот например крупный томский университет из него отдельно выделяется инженерный это и в столицах происходит инженерный медицинский ну там остается собственно классический и по-моему сельскохозяйственный какой-то был потом его снова объединили ну в общем вот университеты делятся на отрасля на отраслевые институты и университеты ну кстати говоря педагогические отдельно так возникают и все эти университеты начинают подчиняться разным ведомствам но например инженерные министерству промышленности педагогические министерство просвещения сельскохозяйственное министерство сельского хозяйства медицинские министерство здравоохранения и так далее и в этих университетах вся все обучение сводится конкретной очень хорошо продуманной алгоритмизированной прописанной профессии то есть они начинают работать исключительно на профессию забывая вот этот момент поиска знаний при умножении знаний ценностей предвидение будущего того чего нет и так далее это отходит на второй план это быстро дает возможность сталину насытить кадрами кучу отраслей вы знаете первые проекты после революции особенно ленинский про план гойл ро запустил гигантское количество проектов по индустриализации возникли заводы фабрики специалист 30 тысяч американцев работала были завезены специально и вот собственно университеты работают на эти кадровые потребности и так продолжалось очень долго фактически до застоя то есть порядка 40 лет вот наша модель выглядела вот так разбросанные по отраслевой как бы сейчас сказали принадлежности по всем министерствам университета если мы возьмем например педагогический ну вот с каких здесь направлений есть театральное искусство обязательно в министерстве просвещения сидел кто-то хотя нет вузы театрального искусства они посвящались министерству культуры и там сидел главный специалист который вот точно знает чему мы должны учить немножко с театральными вузами было иначе поскольку они изначально ориентировались на модель мастер мастеров что мастер он ведет свой курс но по большинству остальных направлений если например учитель географии то есть главный географ который знает как преподавать географии есть единый учебник и так далее и так далее более того ведь мало кто сейчас знает что тогда например в службах общественного питания вся рецептура которая была в столовых в ресторанах она утверждалась на самом верху нельзя было пригод ну грубо говоря вот торт наполеон можно было купить а меренговый рулет уже никогда потому что его как бы рецептура никем не утверждена она должна вот на самом верху в москве быть утверждена чтобы по этой рецептуре начать что-то готовить и во многом сейчас то что нам с вами досталось вот проблемы с питанием они живут в этой самой модели если мы хотим ну чтобы в наших вот смотрите если мы хотим чтобы в наших столовых было все предельно унифицирована и дешево это возможно но и и когда вот я учился в советское время в вузе это можно было сделать но то есть я приходил столовой у нас обычно был салат витаминные из капусты и макароны еще иногда картошка и все вообще все да это как бы было дешево это недорого но вот как бы больше ничего не было и это было абсолютно в рамках этой отраслевой модели то есть утвердили там три основных блюда и только их и готовим действительно если их мало если выбор небольшой можно такую наладить модель и сейчас сейчас конечно что жизнь стала разнообразней но все питание она вот во многом в этой модели устроена вот например наши нормативные акты в области питания значит они строятся по такому принципу что питание должно удовлетворять физические потребности идти в основных пищевых веществах энергии и быть не меньшее значение указанных таблице 3 и дальше в таблице 3 все блюда подробно расписаны я могу сказать что самые подробно подписываемые документы которые есть в министерстве в этом самом университете это вот эти контракты на питание их можно не в не в количестве листах измерять а в высоте стопок то есть я думаю сантиметров 50 точно контрактом потому что он перечисляет всю рецептуру он гигантский совершенно это конечно странная вещь потому что мы с вами знаем что блюдо тоже меняется что есть разные аспекты национальной кухни что предпочтение меняются год от года да вот например там захотели студенты вдруг пельмени или шаурму хайки или они гири они гири там нет кстати говоря они гири мы здесь немножко обманываем конечно в той вот этой рецептуре которая описывается никаких они гири нет они гири вообще появились очень странно в нашем университете они появились к видный период у нас был очень хороший поставщик питания который обеспечивал питание университете знаете вот сеть кафе муму вот это вот одна из дочек этого муму я не помню как называлась компания но она совсем обанкротилась к видный период потому что все те сервисы питания которые не предоставляли в москве организации закрывались муму остались им удалось сохранить вот это их основное а вот собственно вот эти организа точки питания в организациях они не смогли выжить и у нас тоже это компания не выжила и мы долго думали чё же тогда делать потому что но студенты постепенно возвращались в университет и я даже не помню как возникли они гири вряд ли кто-то вспомнит попробовали да а где-то мы увидели этот автомат что ну вот эта штука если она туда упала то вроде не вредно или же вроде и не вредно да то есть и потому что сникерсы тоже нельзя и вот мы все время боремся чтобы они эти сникерсы туда не грузили хотя вроде бы тоже значит кому-то надо для для интенсификации мыслительных операций сладости тут иногда помогают но нигири вот такое совсем нейтральное как бы блюдо которое мы где-то случайно нашли и дальше оно стало очень популярным я помню что на каких-то выборах в студ совет меня это как-то потрясло мне кто-то бросил ссылку там идет к это обсуждение кандидат говорит пункт номер один моей программы они гири в каждом корпусе мы все время думали как бы их убрать вообще уже хватит выходим от к вида сейчас горит опять растет заболеваемость это можно кстати хорошее исследование рост заболеваемости к вида и по продаже они гири как это будет кооперировать но и к тому же а еще тогда был аргумент что рисун обладает абсорбция но он хорошо забирает токсины из организма что все кто переболел к видам ну и вот для токсинов как-то полезно и вроде бы кстати вот я не слышал чтобы у нас были проблемы что кто-то значит что-то плохо было желудком с этими они гири но тем не менее вот у нас это такая вечная проблема с поставщиками питания вот если бы весь университет был сосредоточен в одном месте до в большом здании то поставщики питания были также счастливы как на фудкартах ну то есть всегда много людей всегда можно поставить поток всегда можно кормить а тут они просто ну как бы не рассчитывают они на какой-то день как бы собрались только всего приготовить и вроде бы все вкусное и полезное но в этот день как-то в расписание так устроена студенты не пришли то есть вот руслан сулеманович у нас сейчас думает можно ли это как-то совместить с моделями электронного заказа мы там подсматриваем в других вузах но в общем это такая большущая для нас проблема чтобы всех корпусах было нормальное питание но вот они гири как-то случайно нас спасаются точки зрения в общем про нигири я рассказал я обещал это связано с большой реформой индустриального сектора и вузов россии кстати говоря вот такая отраслевая принадлежность вузов к разным министерствам она привела к большим перекосом в подготовке студентов это не всегда плохо но на это стоит обратить внимание сейчас я вам покажу такой график который недавно опубликовала россия страна возможностей знаете есть такая организация они там разные конкурсы проводят лидер россии в том числе и так далее это они замерили по нескольким компетенциям анализ информации планирования ну умение анализировать планировать ориентироваться на результат быть стрессоустойчивым кстати про стрессоустойчивым да партнерство и следование правилам и процедурам такая дисциплинированность и они посмотрели как эти навыки в разных вузах с разными профилями получаются и вот смотрите что получается самые у них продвинутые это казалось здравоохранения у них планирование ориентации на результат ну правда впрочем как и науки об обществе это по-моему сюда попадают экономисты и юристы это достаточно высокая компонента то есть ориентация на результат у у них классная у них классная очень высокая в то же время педагогические науки смотрите самая низкая то есть педагогических науках мы не знаем какой у нас результат но зато когда с кем-то надо запартнериться тут все далеко в хвосте мне кажется это компенсирует друг друга раз результат не знаем то мы чего начинаем делать ну давайте договоримся и мы начинаем партнериться вырабатывать искать это не всегда плохо ну просто у нас сфера так устроена образование образование появилось достаточно давно споры сейчас в чем же результаты образования они такие достаточно яркие мощные но мы хотя бы можем договариваться а вот смотрите кто совсем не может договариваться это я могу абсолютно точно позвоните инженерное дело технологии технические науки вообще вот это вот самый запрос от айтишников ну помогите нам договариваться они каждый сидят в одном углу это у них кавукинг и никто друг друга не слышит да вот учиться договариваться значит конечно после того как вот эта модель распределения вузов по разным отраслевым министерством не прижилась но она и не могла в чистом виде сохранится потому что ведь инновационные наработки новые продукты они лежат в области кооперации между всеми этими структурами да ну вот появление смартфонов которые у вас всех руках это кооперация между дизайном микроэлектроника и программирование никто не мог предсказать там еще восемьдесят каком году что вот такая удачная кооперация между микроэлектроникой дизайном и программированием даст такой выстрел станет так востребованы а в ситуации когда у вас все вузы разобобщены нет никакой кооперации но вы понимаете что вряд ли инновационные продукты будут возникать ну и наш университет он тоже изначально создавался по отраслевому признаку в девяносто пятом году когда возглавить университет попросили виктор васильча рябова каль давайте для москвы у нас так учителей мало сделаем педагогический институт который позволит 5000 вакансий в школах то было 5000 вакансий заполнить он говорит не ну делать университет институт чтобы заполнить вакансии это неправильно вакансии можно запомнить создавать институт на 10 лет это глупо он просто туда ученые не придут работать и он говорит давайте делать университеты еще несколько направлений тогда возникло вот собственно образование много было привлечено сильных ученых историков от антон ильич собственно пришел учиться на программу связанную с историей это было очень сильная программа с амбициозными интересными сильными историками и помимо этого еще несколько программ области иностранных языков области молодежной политики в области юриспруденции в городе тогда появилась сеть мировых судов и судьбедных приставов все это начало обеспечиться кадрами и но вот видите в логотипе даже отразилось вот это отрасли вот этот вот значок лавровый это принадлежность к отрасли отражала это изначально так университет так и существовал но в 2012 году было присоединено к мгпу еще два вуза это московская государственная академия делового администрирования в зеленограде и московский гуманитарный педагогический институт который готовил специалистов для детских садиков для начальной школы и филологов в основном и тогда университет разросся стали искать другой логотип и взяли за основу модели вот знаете как устроен кембридж тип типичный ли оксфорд это несколько институтов у каждого из них своя идентика все они в таком сложном конкурентном положении друг с другом вот если вы приедете в кембридж вы увидите что внутри этого кембриджа king's college это совершенно одна история на похоже на такие помещения ну аля галиф гарри поттер вот в вот эти вот такие все пространства и скажем эмили колледж совсем другая такая домашняя атмосфера с но очень трудно это описать там лебеди плавают пруду все такое вот и у нас тоже возникло давайте мы сделаем айдентика что мы такая вот семья разных очень институтов и так далее но потом она как-то не прижилась потому что все время московский городской педагогический университет стремился искать общее общее в разном и вот это но и все-таки исторически тут еще очень важно что вот такие гербы да это традиционно но они присущи средневековым университетом но не молодым не тем которые создавались 90-е искали новые модели вот была такая промежуточная модель что мы московский вот кстати говоря почему вот это вот похоже что мы московский помимо того что это красная а как на говорите так вот эти зубцы на красной площади а а вы про метро подумали вот это интересно оказалось что когда мы провели опросы на студентах что вот это вот ну как бы штуковина она далеко не у всех почему-то ассоциируется с зубцами то есть для нас ну как бы для людей там на четвертом пятом десятке это точно зубцы и точно на красной площади но когда весомая часть студентов увидев цепочку из вот этих букв м ответила там такая цепочка на набережной с буквы м и написано что за город пишет санкт-петербург ну оказалось что вот это вот ну как бы зубцы в виде буквы м пир не угадывается до молодыми людьми не угадывается мы очень удивились тогда провели еще ряд исследований нашелся символ который для всех точно москва поняли да кольцо да может быть тогда песня властелин колец переделанная про лужкова была популярна но но так так фактически сажать для большинства вот этот символ москвы это кольца я думаю вот это интересно сейчас это исследование повторить он он этот представление этого символа еще упрощилась или нет или как бы три кольца несколько колец когда это изменилось ну и вот после этого уже прижилось вот это название которым как совершенно как это некоторые подметили был анекдот на третий день в заточении индейц зоркое око увидел что в тюрьме нет четвертой стены значит некоторые заметили что нет буквы п и тут же пропала буква п почему пропала буква п потому что но вот нам тогда хотелось подчеркнуть что мы не отраслевой университет что мы чисто отрасли не принадлежим что мы принадлежим городу хотя и специализируемся в глубоком понимании как устроено образование вот тогда нами эта идея владела она не только нами владела во первых все китайские университеты китае есть педагогические университеты но они сейчас называются переводе на английский вот если по английскую кальку смотреть но малый университет не педагогика и не литейшин но малый университет но как бы странно на русский лучше не переводить правда московский городской нормальный такой университет странно нормальный да ну и вот а city university вот это вот распространенная модель city university много я пока пропущу вообще считается по разным моделям но как бы прогнозирование будущего что в будущем мир устроен из десятков городов именно города являются драйверами развития мы видим что население все более концентрируется по каким-то ключевым точкам вот собственно в этой статье через 50 лет будет вместо 280 стран будет 600 городов и города будут и задавать тенденции развития поскольку в городах но сосредоточено нечто принципиально и важно для человеческой культуры а в первую очередь то вот мне кажется к сожалению ушедший от нас ученый наш большой друг вячеслав леонидович глазачев он писал есть разные модели как появился город вообще почему людей влекут города вот жили бы себе в лесу но есть одна из из версий что в город шли из-за того что это укрепление что чисто из-за защиты города потом там появляется уже развитие то есть типа ремесленные кварталы и так далее туда шли за работой потом города начинают становиться уже следующий этап это что город с центром культурным уже там появляются церкви монастыри и вот это вот все вместе развивается и приходит уже к тому городу который мы знаем к настоящему средневековому например городу а потом это уже приходит до нашего времени доходит главное что есть несколько стадий да вот вы начали это вот укрепление наверно похоже на традиционный вот антон ильич именно русский город гордарика да вот была торговля по пути из варяг в греки но вот есть эта версия есть не только как бы защита но и торговая площадь куда съезжались и там значит торговали но среди всех вот причин которые я за 50 лет своей жизни слышал мне более всего нравилось мнение вячеслава леонидовича он как этнограф заметил такую вещь что в древних поселениях у людей в какой-то момент несколько тысяч лет до нашей эры возникает желание прорубать окна не жили себе в пещерах и не смотрели что там происходит им было нормально в том они специально какой бы учу неудобная пещера не было стали прорубать окна даже если это никак безопасности не помогало если даже жилище строится внутри ограждения да они все равно начинают прорубать окна и вот вот это желание глазеть на других людей а чё они там делают вот это любопытство вот для него это ну как бы такая точка появления города все время есть возможность кого-то встретить с кем-то договориться с кем-то что-то вместе сделать максимально найти хорошую компанию а в жизни найти хорошую компанию это и есть самое главное вот и городской университет это про это про разные городские сообщества про людей которые ищут друг друга находят и так далее вот я специально пролистнул вот этот слайд он меня очень удивил последнее время сейчас я попробую объяснить что это такое может быть вы слышали а может быть еще не слышали есть такие международные сопоставительные исследования качества образования ну может быть самое известно программа of international students assessment пиза еще но это вот есть стандартизированные тесты они даются школьникам школьники их выполняют но задачки там не простые там задачки на использование знаний где-то помимо этих тестов опрашиваются еще и школьники их родители по разным аспектам жизни этих семей и вот что меня удивило вот смотрите это корреляция это уже для магистратуры поэтому думаю как это упростить но не будем здесь делить до учета социально-экономического статуса семьи или социально-экономическим статусом это корреляция между успехами детей и ситуации в семье успехами обучения и ситуации в семье вот смотрите помогать моему ребенку с его домашней работой если родители но много помогают ребенку с нас домашней работой то корреляция отрицательная на 25 процентов то есть в семьях где родители помогают детям с раба с домашней работой корреляция плохая это не 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 работает на успех как ни странно ну ну здесь скорее имеется ввиду часто такое бывает родители делают за детей домашней работают вообще ужас помогает значит дальше подсовываю разные материалы ну-ка поучись вот это прочитай ну-ка вот это да вот это давай сделай тоже отрицательная корреляция обсуждаю с ребенком как знание используется в жизни вот и там чё на уроке проходила была на каренина тебе пригодится каком смысле филологи поняли что вообще непонятно в каком а вот дальше а а обсуждаю с ребенком как обучение связано с карьерой не коррелирует не связано с успеваемостью дальше начинает коррелировать а спрашиваю конкретно чё там у вас на уроке был то расскажи когда там вот это говорит ну и чё ты понял чё то есть начинаю содержательно обсуждать немножко уже что-то коррелирует чего там было а вот это вот дальше сильно коррелирует вот в каких семьях успеху детей обсуждаю трачу время чтобы просто о чем-нибудь поговорить не обязательно предмет те родители которые находят время просто поболтать о чем-то у них дети как правило неплохо и самый но супер коррелируемый фактор ни за что не поверите причем в семьях с хорошим достатком он еще большее значение имеет вот это как бы вот этот но ну 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 начинается индустриализация а собственно сэр вы не джентльмен джентльмен вот и для того чтобы вот эту публику нахлынувшую лондон перевоспитать начинают создавать городские университеты где вот эта культура городская ну как бы желание жить в городе наслаждаться им да и реализовать себя у людей возникает ну и дальше много примеров на самом деле по миру таких же городских университетов вот один из самых красивых примеров я думаю что и у нас есть эти варианты но вот в нью-йорке есть нью-йорк университи это большой такой это знаете как высшая школа экономики есть city university of нью-йорк городской университет нью-йорк совсем другой конечно в топовых научных рейтингах лидирует нью-йорк университет он там способен соревноваться с гарвардом с кембриджем с оксфордом а city university of нью-йорк лидирует в другом рейтинге у них есть отдельный рейтинг у нас пока такого нет где заработная плата выпускников университета сравнивается заработная плата их родителей и вот city university of нью-йорк абсолютный лидер то есть если вы попали в гарвард или попали там в бостон колледж или в массачусетский университет то это означает что и родители у вас ого-го какие и скорее всего ну там зарплату вы будете получаете ну не сильно отличающиеся от родителей а если вы попали в city university of нью-йорк то зарплата у вас заметно вырастет вот это университеты социального лифта их еще называют city university of гонконг дублинский city университет со всеми ними мы пытаемся дружить и я думаю вскоре наладим поставку туда нигири есть такая замороченная схема по которой мы работаем соединяющие научную деятельность и образовательную и проектную и те заказы которые мы получаем от московской администрации по проведению радиоисследований собственно этому всему у нас здесь и можно научиться максимально реализуя свой потенциал не только в учебной деятельности вот если я спросил часть gpt чем закончить мое сообщение он мне предложил вот это мы надеемся что вы найдете для себя много полезной информации и сможете применить ее в своей жизни и учебе желаю вам успехов в обучении я с ним согласен можно что-нибудь спросить вопрос да пожалуйста да совсем убрать думали более того в англоязычной версии в англоязычных базах цитированности уже нет педагогический уже вот первая наша была мысль это normal university но уж совсем не вяжется с русским ну согласитесь ни один университет у нас в стране себе не напишет мы нормальные а другие значит нет что ли не нормальные да значит и дело в том что в англоязычной версии нашего устава и в официальном нашем названии и базах данных цитируемости те кто из вас захочет здесь сделать аспирантуру возможно там защищать диссертацию вы уже в международных базах будете mcu москва city university то есть мы в английской версии уже city university возможно чем нам не нравится чистая такая вот перевод на русский московский городской университет потому что полная аббревиатура с мгу ну как-то ну неправильно мы просто другой университет мы не мгу и как-то это не честно звучит поэтому мы пока сохранили вот это статус-кво но если кто-то подскажет а как нам правильно называться по-русски давайте предложение а просто городской университет вот это гу тоже как-то не хочет еще в начале а добавить автономный городской а кстати говоря хорошая идея я подумал да вот это одно из названия этого места просто детский сад а чё нет да если он изначально был поехал в детский сад а вот так еще другие вопросы нет ну тогда увидимся на лекции про карьеру и ну а и ну и и и